Здравствуйте! В эфире территория закона в студии Елена Баркана в ближайшие 10 минут о самых громких событиях минувшей недели. Должны были чинить антенны, но вместо этого воровали. Сотрудники полиции задержали весьма предприимчивых участников преступной группы. 84 тома уголовного дела, более 600 потерпевших и 300 украденных миллионов. В Новгородском районном суде начались прения по делу бывшего гендиректора НЦСМ Новотест. Региональное управление Следственного комитета проводит доследственную проверку по факту гибели пожарного в поселке Пролетарий. В Новгородском районном суде начались прения по уголовному делу в отношении Сергея Коданева. Напомним, бывшего генерального директора компании НЦСМ Новотест обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном с использованием служебного положения. По версии правоохранителей Сергея Коданева, в период с 2006 по 2009 годы, находясь в статусе генерального директора фирмы НЦСМ Новотест, с помощью рекламы в средствах массовой информации создал видимость стабильности и надежности своей компании. После, уже заключив множество договоров долевого участия, обвиняемый получил на строительство четырех многоэтажек в областном центре, в Новгородском и Валдайском районах, более 680 миллионов рублей. По данным следствия, почти половину этой суммы Коданев присвоил. Однако вину в совершенном преступлении подсудимый не признал. Расследование данного уголовного дела представляло особую сложность, обусловленную большим объемом следственных действий. Одних только потерпевших по делу признано более чем 600 человек, большинство из которых проживают за пределами Новгородской области. Из них практически все они были допрошены следователем в рамках расследования уголовного дела. Следственные действия продлились около двух лет. Уголовное дело состоит из 84 томов. Помимо внушительных объемов, свою роль сыграли и частые неявки обвиняемого к следователю, что осложняло работу правоохранителей. Но доказательная база все-таки собрана. Стороной обвинения представлено достаточное количество убедительных доказательств, свидетельствующих о виновности Коданева в содеянном. Предложено квалифицировать действия Коданева по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации и назначить наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тысяч рублей. На первом заседании сам подсудимый не присутствовал. Суд удалил его за нарушение порядка до окончания премии. Новгородский спасатель скончался после тушения пожара в поселке Пролетарий. Вместе с коллегами он устранял возгорание нежилого помещения и почувствовал себя плохо. Мужчина умер в больнице. В МЧС отметили, по предварительным данным, нарушений правил охраны при тушении возгорания допущено не было. Смерть спасателя не связана с воздействием опасных факторов пожара. Погибший не включал свой дыхательный аппарат и не входил в горящее здание. Романов Константин Константинович был установлен, что не находился в зоне воздействия опасных факторов пожара. То есть не было каких-либо обрушений конструкции, взрыва газовых баллонов, сильного задымления. То есть он осуществлял работы по защите от воздействия огня соседнего здания. Проверку по данному факту также проводит региональное управление Следственного комитета. По данному факту, Новгородским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области организовано проведение доследственной проверки. По предварительным данным, мужчина умер от сердечного приступа. Для установления точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Погибший спасатель проработал в пожарной охране более 10 лет. Занимался гиревым спортом. Наша редакция приносит соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего. Сотрудники полиции задержали весьма предприимчивых участников преступной группы. Двум ранее судимым жителям областного центра вменяется несколько грабежей. Речь идет о налетах на ломбарды и квартирных кражах. Чаще всего подозреваемые маскировались под мастеров по ремонту телевизионных антенн. По информации правоохранителей, задержанные новгородцы причастны к нескольким преступлениям. В декабре 2016-го они совершили налет на ломбард и похитили ювелирные изделия на сумму более чем 700 тысяч рублей. Но, как часто бывает в таких случаях, визит полицейских для мужчин оказался неожиданным. За что задержанный, пояснить можете? Да, вышел с машины, стоял, разговаривал с товарищем. Подбежал сотрудник милиции, вернул мне пистолетом, сказал ложись. Ну вы подчинились, да, требованиям? Конечно, да. В поле зрения полицейских подозреваемые попали в конце прошлого года. Тогда, средь бела дня, злоумышленники пытались обокрасть квартиру в одном из домов по улице Кочетова. Но дело до конца не довели благодаря бдительным соседям, вызвавшим полицию. Организованная преступная группа действовала на территории Великого Новгорода и Новгородской области. Члены данной организованной преступной группы совершали кражи и грабежи, в частности, на ломбарды и офисы предпринимателей. В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия по документированию иных эпизодов их преступной деятельности. К слову, эта кража была тщательно спланирована. Чтобы не вызвать подозрений, фигуранты действовали под видом сотрудников фирмы по установке телевизионных антенн. Для маскировки они даже приобрели спецодежду и спутниковую антенну. По ходатайству следствия в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В Любытинском районе пресечены факты побора в детском саду. Сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения законодательства в одном из дошкольных учреждений муниципалитета и выявили нарушения в обеспечении малышей развивающими игрушками. А именно покупку этих развивающих игр в саду предполагалось осуществлять за счет систематического сбора денежных средств родителей ребят или их законных представителей, в том числе в принудительном порядке. Одним из воспитателей детского учреждения в сети интернет была создана закрытая группа, в которую входили родители воспитанников дошкольной организации и работники дошкольной организации, на котором систематически размещались объявления о необходимости сбора денежных средств на указанные цели в нарушение требований федерального законодательства. По данному факту прокуратура района внесла председателю Любытинского комитета образования представление об устранении нарушений. В итоге два виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, созданная в интернете группа «Удалена». Кроме того, руководителям семи образовательных организаций объявлены предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства в части получения общедоступного и бесплатного образования. И в продолжении темы нарушений в сфере образования. В Старой Руси семь руководителей учреждений привлечены к ответственности за нарушение закона при перевозке детей. Таков итог совместной проверки сотрудников прокуратуры и дорожной полиции. Десять из 18 школьных автобусов эксплуатировались с техническими неисправностями. Так, в ряде автобусов отсутствуют тахографы и обязательная надпись «Дети». Кроме того, ремни безопасности, а также осветительные приборы имеют технические неисправности. По данному факту, Старой Руси и Межрайонный прокурор внес председателю районного комитета по образованию представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого семь руководителей образовательных организаций привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время выявленные прокуратурой нарушения устранены в полном объеме. Внимательно проверяют надзорные органы теперь и стройку на Маловишерской в областном центре. Напомним, 13 марта там произошло ЧП. Один из каменщиков упал с высоты третьего этажа. По данному факту, региональным управлением Следственного комитета проводится проверка. Свои выводы сделают также городская прокуратура и Государственная инспекция труда. Позиция представителя подрядчика такова. Все необходимые правила по технике безопасности были соблюдены. В произошедшем виноват сам пострадавший. Он должен был отойти от края подласти, центру подласти, отстегнуть пояс и только потом опуститься вниз. Вот ошибка в том, что это произошло на краю и раньше временно. Вот, собственно, из-за этого есть прямая вина работы. Однако в ходе этого визита надзорные органы не смогли проверить условия безопасности непосредственно во время работ из-за технического перерыва. Между тем, даже в таких условиях нарушения имели место. В леса и подласти я не видел на них маркировки, в их проверке. Прораб мне тоже ничего не пояснил. Потом имеется нарушение в части того, что не защищен проем лестничного марша, который на верхний этаж выходит. Также не удалось проверить и документацию, связанную с обеспечением безопасности на объекте. Не был представлен журнал инструктажа по технике безопасности. Представитель подрядчика заявил, что он находится на проверке в следственном комитете. Но, возможно, в следующий раз он будет уже на месте. Проверка этого строя объекта не завершилась одним посещением. Она продлится 20 дней. В случае выявления нарушений трудового законодательства, виновное юридическое лицо может быть привлечено к административной ответственности за нарушения допущенной, либо может быть внесено представление о немедленном устранении выявленных нарушений трудового законодательства. Судебные приставы все чаще получают жалобы от новгородцев на агрессивную работу незаконных коллекторских агентств. В службу с начала года поступило более двух десятков обращений. И, судя по их содержанию, коллекторы не стесняются в методах так называемой работы по выбиванию просроченных платежей по кредитам. Причем проводится она зачастую вовсе не с должниками. По результатам анализа обращений новгородцев, только в пяти случаях псевдоколлекторы оказывали давление на реальных должников. К примеру, с одним из заявлений к приставам обратилась пожилая жительница областного центра. По нескольку раз в день в телефонных звонках ей настойчиво рекомендовали повлиять на соседа, который пренебрегает платежами. Номера ничего не подозревающих родных, друзей и знакомых заемщики оставляют по требованию банка для формальной процедуры проверки. Однако в случае задержек по кредитным выплатам эти люди оказываются в центре внимания уже коллекторов. При этом нужно отметить, что с начала года судебные приставы осуществляют надзор только за теми организациями, которые официально зарегистрировались как коллекторские агентства. В нашей области таких на сегодня просто нет. Чаще всего работу с населением ведут организации из Санкт-Петербурга и Москвы. Руководство службы судебных приставов обращается к жителям региона. Кроме личных приемов, на сайте ведомства работает интернет-приемная. Обращения по данной теме можно отправлять и в электронном виде. Жители Московской области ответят за сбыт фальшивых денег в Новгородском суде. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех подозреваемых утверждено. Им вменяется хранение, перевозка и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка России. По версии следствия, весной прошлого года обвиняемые купили товары в магазинах и салонах сотовой связи в Тверской области и у нас в Великом Новгороде, за которые расплатились фальшивками. Продавцам они отдали 30 поддельных купюр достоинством в 5000 рублей. Взамен же получали в качестве сдачи подлинные банкноты. В марте 2016 года мужчин задержали правоохранители. Преступная деятельность злоумышленников была пресечена сотрудниками полиции в ходе очередной попытки сбыть поддельные денежные средства. В ходе осмотра их автомобиля было изъято еще 39 поддельных банковских билетов. В обстоятельствах уголовного дела будет разбираться Новгородский районный суд. Обвинительное заключение уже направлено для рассмотрения по существу. И в завершении выпуска о кадровых перестановках. Накануне Совет Федерации утвердил кандидатуру прокурора Новгородской области Андрея Кикотя на пост заместителя генерального прокурора России. Предполагается, что он будет курировать Южно-Федеральный округ. Напомним, Андрей Кикотя работает в органах прокуратуры с 1998 года. В 2011-м был назначен прокурором Новгородской области. С новым назначением Андрея Кикотя поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Никитин. Глава региона особо отметил успехи органов прокуратуры в вопросах защиты прав предпринимателей и пожелал реализации всех намеченных планов. Добавим, что в данный момент обязанности прокурора области исполняет Андрей Гуришев. И это вся информация на сегодня. Обращаем ваше внимание, что наши выпуски доступны на сайте Новгородского областного телевидения и в группе ВКонтакте, где вы также можете задать интересующие вас в правовом поле вопросы. Вы были на территории закона. Всего доброго и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова